Всем привет, дорогие друзья! В эфире Reign Game Studio, и сегодня у нас будет около новостной выпуск о том, что было, что будет, чего ждем. Для тех, кто зашел сюда, чтобы узнать о судьбе цикла Divinity на Unity, сразу сообщу, что с ним все хорошо, буду продолжать снимать. Я для этого и вернулся. Собственно, на этом можно видео выключать, все остальное будет скорее про просто внутряк. Если вам интересно, можете продолжить слушать. Почему слушать? Потому что это скорее подкаст, здесь не будет какой-то осмысленной картинки. Вкладочку куда-нибудь отдельно в фоновый режим закинули и слушаем. Ну и, собственно, давайте расскажу, что было за время моего отсутствия, и, как обычно, неожиданно я застал. Собственно, меня не было. Я был в отпуске сначала, потом я вернулся из отпуска, и я планировал после этого сразу же начать опять снимать ролики, но все пошло не по плану. За это время я успел потерять работу, найти новую работу, но пока непонятно, что с новой работой будет, поэтому с режимом тоже пока не ясно. Надеюсь, что смогу также хотя бы там один ролик в неделю, ну хотя бы в полторы недели снимать, без ущерба для, так сказать, деятельности, которая будет приносить мне денежку. Что еще интересного? За то время, пока я был в отпуске, я разработал собственную настолку. Слава тебе, Господи, производство настолки занимает меньше сил и средств, чем производство именно компьютерных игр, поэтому в течение месяца я планирую уже выпустить альфа-версию, в которую можно было бы поиграть. Если кому-то интересно, можете следить за такими новостями у меня на Boosty, ссылочка будет в описании. Для тех, кто подумал, вот он опять денег с нас хочет, нет, посты именно про настолку я буду выкладывать в свободном доступе и собирать деньги на ее производство я тоже не планирую. Я хочу ее выпустить за свой счет, потому что я прекрасно понимаю, что у меня не настолько большая аудитория, чтобы рассчитывать на какой-то финансовый приток донатов или еще, или какого-нибудь храудфандинга, а сделать хочется. Но ссылочку на Boosty, тем не менее, оставлю, просто как источник информации, потому что ни в Телеграме, ни в ВКонтакте я об этом не буду распространяться до тех пор, пока игра не будет готова. А там буду выкладывать процесс и какие-то мысли по этому поводу. Что еще? Так, за это время я успел практически дописать свою вторую книгу. Я ранее уже как-то упоминал о том, что я пишу, но акцента на этом не делал. Сейчас хотел бы сделать. Я писатель. То, что я программист, это, конечно, замечательно. То, что я пытаюсь делать игры, это вроде как тоже всем здесь полезно, все ради этого собрались. Но я занимаюсь творчеством. И творчеством совершенно разным. То есть я рисую арты, иллюстрации, я пишу книги, я пишу музыку. И вот, собственно, книги сейчас очень много времени у меня занимают. Я пишу их, стараюсь, по крайней мере, очень активно. И вот почти закончил вторую книгу. Если кому-то интересно, опять-таки в описании оставлю ссылочку на свой телеграм-канал, посвященный именно писательству. Пишу я в жанрах научной фантастики, мистики и фэнтези. Стараюсь больше все-таки в мистику и научную фантастику, но первый роман вышел практически полностью фэнтезиатным. Так, что еще интересного у нас было? Снова возвращаясь к творчеству. Получается, что еще есть музыка у меня, да? И мы с группой выпустили сингл, который войдет в альбом, который вот-вот должен выйти. Я очень надеюсь, мы его уже добьем хотя бы к лету. Тоже ссылочку на него оставлю в описании, если интересно, играем мы такой мелодично-лиричный тяжеляк. Ну и, собственно, это все. Вроде как больше никаких новостей нету. Хотел просто поделиться ссылочками на всякие свои занятия, кроме разработки игр. И просто успокоить тех, кто, возможно, переживал, что я пропал. Были причины, как вы могли понять. Но вроде как я с ними разобрался. Надеюсь, что дальше будет не хуже, чем было. Всем спасибо за просмотр. Правильнее, правильно сказать, прослушивание. Но, тем не менее, увидимся, я думаю, надеюсь, совсем скоро. Всем пока.